Привет, друзья! Буквально два часа назад закончился стрим у меня на канале, где мы вместе с Юрой Спасококотским задавали вопросы сотрудникам лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Андрею и Григору. Обязательно посмотрите этот стрим. Было очень-очень много интересного. Два часа он шел. Постарались ответить на максимально возможные вопросы, которые присылали в эфир, которые были заранее заготовлены, присланы мне подписчиками. На самом деле, тема очень интересная и, наверное, никогда не потеряет она своей актуальности. Потому что, как сказал Андрей Антонов, Виктор Николаевич Силуянов на самом-то деле не открыл ничего нового. Он, в отличие от многих других, собрал вместе всю проверенную научную информацию относительно именно тренинга. Собрал с точки зрения физиологии, биологии, биохимии. Раньше каждый специалист развивался в этом направлении узконаправленно, несмотря на исследования своих коллег по цеху. Поэтому возникали какие-то недопонимания или неправильные выводы. Основная заслуга Виктора Николаевича в том, что он это все объединил, переосмыслил и, естественно, довел до нас с вами. К сожалению, его с нами уже нет. Светлая ему память. И больше всего меня удивляет, когда люди говорят о том, что его методы не работают. Особенно, когда ни разу никто их не... Извиняюсь, вот прервали нас. Как раз-таки звонил Стефан Диас, вы его уже знали. А я еду на тренировку, он меня ждет. И сегодня мы для вас сделаем впервые, покажем наглядно, как тренировать гликолитические мышечные волокна. На примере двух любимых ваших мышечных групп. Естественно, грудные и бицепс. Так что не пропустите. А там тоже будет видео, я его выложу с комментариями. Так вот, продолжу мысль. Когда люди, даже не пробовавшие, утверждают, что рекомендации Виктора Николаевича не работают. Ну, это даже не глупо, это просто вообще. Это без комментариев. А многие утверждают, что методика Виктора Николаевича работает только на спортсменах, которые принимают фармакологию. Это еще больший бред. Удивлен, что Леонид Егоров его распространяет также с канала «Реальный культуризм». Ну, не сильно очень удивлен. Во-первых, именно то, что рекомендует делать Виктор Николаевич, для того, чтобы выбрасывалось максимально возможное количество гормонов крови, оно в первую очередь направлено именно для натурального атлета. Любой адекватно мыслящий человек это понимает. У кого есть серое вещество, тот понимает. Ведь никто из нас с вами не будет отрицать, что гормональный фон – это самое-самое, наверное, определяющее, насколько вы сможете далеко продвинуться в плане построения силовой базы, в плане построения вашей мускулатуры, насколько массивным вы сможете стать. Потому что это показывает сама жизнь. Нет на сцене профессионального бодибилдинга ни одного натурала. Но не стоит пугаться, потому что и на Олимпийских играх современных тоже нет ни одного натурального атлета. Не заблуждайтесь. Где большой спорт, друзья, там всегда присутствует фармакология, как минимум. Почему? Потому что большой спорт – это большая политика, большие деньги. На кону стоит очень и очень много. И, естественно, люди вынуждены принимать фармакологию фармакологию по той простой причине, что все ее принимают. Либо ты на уровне, либо ты в стороне. И здесь даже некорректно, на мой взгляд, проводить допинг-тесты. Потому что это еще одно оружие в плане того, что нужно убирать неугодных. Употребляют все, повторяю, ловят только тех, кого выгодно поймать. Выгодно поймать с политической точки зрения. Ведь никто не будет отрицать, что спорт давно уже вышел за рамки простого состязания. Это уже и политика огромная. Поэтому, на самом деле, это очень-очень грязно. И самый для меня отвратительный орган, существующий в спорте – это допинг-контроль. Потому что причины я уже объяснил. Именно допинг-контроль вынуждает спортсменов принимать не только фармакологию, увеличивающую свои результаты, но и другие препараты, лекарственные, которые скрывают то, что спортсмен принимает тот или иной препарат. Либо использовать препараты короткого действия, которые гораздо вреднее для организма, потому что на выделительную систему нагрузка ложится колоссальная. Представьте, да? Нужно вывести из организма препарат, к примеру, за 3 месяца или за 12 часов. Делайте выводы сами. Поэтому, друзья, тренироваться желательно просто тренироваться. Потом желательно тренироваться грамотно. В первую очередь, с точки зрения здоровья, не стоит перегружать себя ни в коем случае. Потому что перетренированность – это страшная вещь. Лучше немножечко недоработать, чем переработать. Перетренируетесь, получите не только регресс в тренировках, но и колоссальное неудобство в жизни. Кто испытывал, что такое перетренированность – это просто страшно. Это когда, если кто-то болел гриппом серьезным, когда ломит кости, выворачивает. Вот перетренированность примерно то же самое. И сон не помогает, и еда не помогает. Просыпаясь утром, вы уже чувствуете усталость, чувствуете разбитость, вам ничего не хочется. Естественно, и психологический уровень падает. Поэтому, друзья, думайте. Всегда думайте головой. А такие люди, как Виктор Николаевич, они нам помогают. Помогают, по крайней мере, хотя бы задумываться над тем, что мы делаем в тренажерном зале. Зачем. И уберегают нас с вами. Уберегают наше здоровье. А это, на мой взгляд, самое-самое важное. А что вы думаете по всему этому? Пишите обязательно в комментариях. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих роликах, в статьях. Что обсудить, какие темы затронуть. Кого приглашать на стримы. И, возможно, вместе, невозможно, а только вместе мы можем делать канал интереснее, интерактивнее, познавательнее. Лучше. Качественнее. Так что, друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо за похвалу. Спасибо за адекватную критику. Все это очень сильно помогает и мотивирует меня работать над проектом Heavy Metal дальше. А дальше должно быть еще очень много интересного. В декабре переезжает жить сюда и тренироваться в моем зале гостюнин Игорь со своим другом, тоже чемпионом мира. Переезжают они не ради меня, естественно, а ради Густава Бадела я познакомил Игоря. Игорь очень впечатлен знаниями Густава и хочет под его присмотром, руководством достичь новых высот. Я думаю, у него это получится. И, естественно, все это будем снимать. Я буду тренироваться с ними. Может быть, и сам к чему-нибудь подготовлюсь. Так что, друзья, не пропустите. Будет еще очень-очень много интересного. Всем пока! А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак Фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.